День воскресный, день чудесный, а в этот хмурый серый воскресный выходной я спешу к вам с солнечным выпуском. Задача у меня стоит не из легких, ведь речь сегодня пойдет снова про Дубай. Но я почитал все ваши комментарии и увидел, что все вот эти лобстеры, феррари, бентли, высотки, дорогая аренда и прочий-прочий люкс, лакшери нахрен никому не нужен. Все, что нам интересно, максимально приземленное к нашему уровню жизни. И именно поэтому я рекомендую посмотреть выпуск всем тем, кто живет как минимум в крупных городах. Неужели вам не интересно увидеть реальную сторону жизни в Дубае наших соотечественников? Вот смотрите, прямо сейчас я нахожусь в Москве, в районе Царицыно. Вокруг меня жилые дома, вторичка, первичка, цена квартир в которых 15-25 миллионов рублей. Я беру среднюю, ведь цены есть гораздо выше. Вот что можно купить себе на эти же деньги в Дубае и как это будет выглядеть? Сегодня мы с вами отправимся в жилой спальный район, который обычно никто не показывает. Все, что вы видите про Дубай, это бурж-калифа, фонтаны, красота и так далее. Но как в реальности живут люди, которые приезжают туда не отдыхать, а работать? А что, тараканы здесь есть, да? Ну, бывают, сейчас вот наплыв какой-то есть, но от того, что мусор люди не выкидывают, правильно. Более того, у меня есть изюминка выпуска, ведь я пообщался с нашими соотечественниками, которые приехали туда именно строить бизнес с ноля, которые приехали туда работать. Вот тут есть нюансы, само открытие фирмы условно это не проблема. Все банки под любым предлогами будут отказывать, искать какие-то лазейки, чтобы отказать. Ну, как бы все понимаем из-за текущей ситуации, с санкциями и так далее. Информация получилась на 4 часа, исходник. 4 часа, но я постараюсь сейчас, как диджей, ставить вам пластиночки с различными зарисовками. Живу я не в Эмирате Дубая, живу я в Эмирате Аджман. Это Северный Эмират, достаточно экономичный с точки зрения съема квартиры. Где мы с вами сможем раскрыть полностью жизнь. Ведь Дубай сегодня для России это дружественная страна. Это как дальняя дача, где очень много русскоговорящих. В этом ролике я постарался задать самые актуальные вопросы. Что с точки зрения легализации, медицины, детского сада, школы, работы. Как вообще устроен быт именно среднего класса. Всех тех, кто хочет зарабатывать, а не просто поваляться на солнышке и домой. Поэтому тайм-коды ждут вас в описании. Но не перематывайте, посмотрите от и до. Ведь в такую серую погоду, я думаю, почему бы и не скрасить наш воскресный выпуск солнечным сюжетом. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Эпизод первый. Недвижимость. Видите вот эти красивые, шикарные новостройки? Квартиры в них стоят миллионы и более долларов. Поэтому про них мы просто-напросто забываем. Я вам ввожу на экран вот такую карту. Все гениальное просто, но для вашего понимания сразу открывается вся суть. Вот смотрите. Кружочек первый. Тут местный Геленджик. Это Дубай, Марина. Район, где огромное количество русскоговорящих. Именно это место многие наши, кто уже пожил в Дубае, называют русским Геленджиком. Второе место я вам ввожу. Там находится бизнес-центр. Это что-то типа нашего садового кольца. Ну, все, что внутри садового кольца. Там находится Бурж-Халифа, там находится Дубай. Мол, там рядом находится район, так называемый бизнес-бэй. Между ними различные бизнесы, много различных парков, достопримечательностей и прочее, прочее, прочее. Но вот эти вот два кружочка наши посещают чаще всего. И вот здесь, смотрите, рядышком притаился такой вот спальный райончик. Именно с него мы сейчас с вами и начнем. Ведь приезжая в новую страну, если ты едешь в поисках работы или новой жизни, или хочешь просто задержаться там подольше, но денег у тебя нету, ты будешь выбирать что-то более доступное. И это как раз спальные районы. Поехали, посмотрим, как они выглядят вживую. Как видеорегистратор показываю, что здесь есть. Слева, справа, там какая-то больница, смотрю, здоровая, госпиталь. Да, да мы сейчас заедем туда. Здесь вот такая застройка, невысотная, специально для всех тех, кто не любит 70 этажей. Вот Каррифур, большой магазин. Большой магазин есть. Мы сейчас еще в один заедем. Чтобы не было скучно. Вот здесь живут уже, так сказать, локалы, да? Да, локальная зона такая, видишь, вилла. Они их не могут ни продать, ни в аренду. Слушай, дороги вот везде такие хорошие или только вот в основном здесь? Везде. Даже если из Дубая выехать, там куда-нибудь поехать в Абу-Даби, еще куда-нибудь. Ну, тем более. Еще лучше. То есть мы едем в спальных районах. Тут вот, видишь, какие дороги. Вот это все, короче, новострои, это все застраивается? А, это уже все сделано? То есть это продолжение? Вот мы в этот район едем, он соседний. Вот я про него много рассказывал. И у них здесь готовые проекты есть. Через три года, я думаю, что здесь будет все вообще в красоте. Короче, вот эти все пустыри, насколько я знаю, у них были застройки, застройщик обязан их тоже делать зелеными. Потому что Дубай – это пустыня, и про это не стоит забывать. Вот смотрите, какая интересная особенность. Снимать на камеры ходить по городу нельзя, на телефон можно. Ну вот машина от Google съездила и сделала шикарную нам панораму. Обратите внимание, дата – это тот самый спальный район, куда мы с вами заезжаем, скажем так, в начале 2024 года. И как он выглядит? Это нечто подобное, как у нас возле МКАДа в некоторых районах начинали застраивать пустые поля, леса, новостройками. Вот плюс-минус то же самое. Сейчас мы с вами потихонечку подъезжаем. Но что мне понравилось? Вот Дубай, безопасность. Обратите внимание, когда везде безопасность, а для чего, интересно, вот этот прицеп привязали к фонарному столбу. Неужели кто-то может позволить себе взять его и укатить? Но обратите внимание, это 22-й год январь. Как выглядит этот район спустя 2 года? Как он? Это вот то же самое место, по правой стороне тот самый дом, который строится. Задача у них делать озеленение. Они прекрасно понимают, что пустыня, людям не нравится, в частности европейцам и всем, кто приезжает сюда вкладываться в недвижку, все хотят зелени. У них есть даже программа специальная – Дубай-2040. Что они хотят сделать к этому году? Далее я вам кратенько покажу. Ну там, знаете, серии какой-то фантастический фильм, что они хотят сделать. Они хотят, чтобы пустыня их стала одной из самых зеленых в мире. Напишите ваше мнение в комментариях. Ну даже вот я когда смотрю вот так вот, ну неплохо в целом. Может быть даже поинтереснее смотрится местами, чем высотки все эти бесконечные. Как-то посвободнее. Таким образом, вот вам в общих чертах, как выглядит спальный район, жить в котором могли бы позволить многие из вас. Здесь квартира стоит подъемных денег. Цены я вам озвучу. И здесь квартиру можно снять в аренду, что, собственно, делают многие наши соотечественники. Прямо сейчас мы с ребятами отправимся в гости к Екатерине, которая на своем живом примере покажет, что она снимает. В силу того, что она живет одна, это будет студия. Но девушка живет в Дубае, внимание, 9 лет. Короче, план меняется. Едем сейчас на центральную суда площадь этого района, ставим машину в подземную парковку супермаркета. Я показываю супермаркет вам, показываю парк, а потом... Как будто мы пришли в отель. Но на самом деле это не отель, это жилой дом тоже, правильно? Моя подруга здесь живет, это первый венсеториевский проект, он самый простой, самый элементарный. Тем не менее, тут какая-то коза или козел. Ну тут это люди, понимаешь, вот они кидают. А почему мы платим сервис чарж в доме, за квартиру? Почему? Чтобы вот это, человек приходит, раз туда засунули, убрал. Видишь, чистота, это все сервис чарж. Чистота бассейнов, чистота... Пойдемте, сейчас посмотришь входную группу. Снимать-то можно внутри? Все снимай, ни на кого внимания не обращай. Если что, я сам скажу там, что... Что-то все твое здесь? Да. Хеллоу. Крест Крестмасс. Вот, можно пока посидеть. Ну, как бы вот такой ресепшн. Это типа подъезд, короче. Да, это подъезд. Можно сказать простенький, но передай вот этот, как ты чувствуешь. Достаточно нормальный запах, свежий. Ну да, нет, у него я очень нормальный. Да, вот я первый в этот дом пришел, и меня заинтересовали эти проекты. Почему я вот начал их рассматривать? Ну тут ничего выдающегося, но и то чистенько достаточно. Короче, ребята, у нас все по-живому. Катя, спасибо тебе за гостеприимство, что ты нас запустила к себе. Я так рассказывала, не прибрано у меня. Смотри, у нее идеальная число. Ну она успела. Сколько у нас времени-то не было? Не, ну у тебя здесь прямо поприятнее, чем у некоторых. Смотри, какая большая студия так вот, если, да? Ну вот как раз та самая история, про которую ты рассказывал, что студия та самая, что прямоугольная. Да, да. Возможность можно, да, на балкон выйду? Да, свет включай. Ну там, ну выйти-то можно у него? Да. То есть, смотрите, вот такой балкончик. Интереснее даже посмотреть на видок с балкончика. Опа. Оценивайте, друзья, вот так выглядит доступное жилье, которое люди снимают на длительный срок все те, кто приехал работать. Сколько стоит аренда такой квартиры на год, Екатерина нам сейчас расскажет. Типичная студия, заходим слева кухня, справа санузел, есть балкон, но при этом при доме есть дополнительная возможность, где проводить время. Что есть? Сейчас тоже покажем. С тараканами борюсь, потому что люди... А что, тараканы здесь есть, да? Вот в этом доме? Ну, бывают, сейчас вот наплыв какой-то есть, но от того, что мусор люди не выкидывают правильно в мусорку, я тоже жалуюсь. Вот, да, не знаешь, это зависит от человека, который заехал. Вот почему надо дома выбирать, где более-менее европейцы живут, которые там не будут тебе вмесить рис на полу как-то, да? А тараканы какие? Маленькие такие, рыжие или прям здоровые? Нет, вот такие маленькие. Вот такие вот. Я вроде их травила, и у меня как бы полгода не было, их сейчас опять вернулись. Слушай, ну, насколько я знаю, вот ребята рассказали, ты за счет того, что заехала давно и на длительный срок, у тебя аренда здесь очень низкая. Сколько ты за эту студию платишь в месяц? Сейчас обновляю 36 тысяч зеркан в год, но это один чек. Если два чека, три-четыре, это будет больше. И сейчас, если мы посмотрим здесь квартиры, они будут где-то 40-45, моя квартира. В аренду? В аренду, на год. А ты на одном месте, получается, три года живешь? Да. Вот ты можешь сказать, за три года реально, как изменилась ситуация с точки зрения строек? Ты говоришь, что раньше вот этого дома не было? Когда я заехала здесь, у меня был красивый вид на Марину, у меня не было вот этого дома. Вот сейчас за два года он вырос, да. Это единственное, что выросло или в целом так райончик-то нехило застраивать? В целом вырос. Ну, вообще, когда я заехала, было как-то больше пустыня. Сейчас есть прогулочные, вот эти дорожки, парк уже есть. Уже комфортно здесь пройтись. А русских много здесь? Ну, вообще русские речи. Очень много. Мне кажется, даже в этом доме где-то 80%. Ну, 70%. А ты не общаешься с ними? Что они здесь делают? Просто отдыхают, приезжают зимовать или чем? Нет, здесь работают. Мне кажется, в этом районе живут в основном те, кто работает. Да. Нет, не удаленка, кто в Дубае работает. А, ну, то есть кто-то, кто здесь переехал и прижился, условно? Да. Ну, а в целом, вот смотри, ты здесь же на постоянке. Вот мне дальше больше всего интересует вопрос. Сейчас-то классно. Сейчас в России минус 20, здесь 28, 30. А вот когда лето? Май, июнь, июль, август, сентябрь, это жарище стоит. Как? Ну, большинство же уезжает на лето отсюда, да? Правильно, как бы. И у каждого свое. Я, например, когда работала летом здесь, как бы, я что? Я дома в кондиционере, в машину в кондиционер, приезжаю на работу тоже в кондиционер. Поэтому для меня, как бы, это несложно, потому что везде есть молот, и ты проводишь время практически всегда в закрытом помещении. Ну, и, не знаю, для меня 8 месяцев холода, слякоти, вот этого всего я лучше потерплю 3 месяца. Ты можешь так вот в цифрах смотреть, допустим, аренду, мы услышали. Вот тебе, как девушке, на жизни в месяц сколько нужно денег с точки зрения продуктов купить? Вот именно какой-то минимал, который нужен? Я не беру в расчет одежду, потому что одежду можно купить, там, не знаю, за 100 дирхам, за 1000 дирхам и так далее. Вот именно просто быт. Оплатить все счета. Машина есть у тебя? Есть. Оплатить машину, например, там, бензин и так далее. Вот плюс-минус, минималка какая нужна? Сейчас. Ну, чтобы не бедствовать, а вот как бы... Ну, как бы, мне кажется, десятку можно хорошо. 10 тысяч дирхам? Да. 250 тысяч рублей, наверное, в рублях. Ну, короче, ты уже к дирхамам, да, привыкла? Я белорусская. А, к зайчикам? Да. У вас же зайчики? Да. Слушай, ну и как тебе в целом? Вот, допустим, не тянет домой? Нет. Уже прижилась? Ну, меня тянуло изначально. Я три раза улетала отсюда навсегда, как бы, я просто домой хотелось. А сейчас нет. У Катьки интересная история, Фролл рассказал, что когда ты приехал, у тебя здесь как раз не так, как у некоторых, знаешь, там все сладко-гладко, все легко. Ты очень много реально работала, в том плане, что вот твоя индустрия, которую ты занимаешь йогой, это клиентскую базу составить, это было... Это было сложно. Вообще сложно было сначала найти жилье, работу. Ну, тяжелый путь был. Не так все легко, не так все сразу. Да, пришлось пройтись через многое. А почему ты выбрал Дубай? Почему ты не выбрал, я не знаю, какой-нибудь, любой другой европейский городок, я не знаю, Америка опять же все, вот Америка, фитнес, вперед туда. Я не знаю, мне было 20 лет, это было 9 лет назад. Я просто вообще всегда мечтала жить возле моря, и чтобы у меня был пляж рядом. 9 лет, можно сказать, в Дубае? Да. Нифига себе. Короче, в целом по пятибайльной шкале какую-то оценку поставишь в Дубае с точки зрения жизни. Где 5, это прям все нравится, вообще ни к чему не придраться, все идеально. Ну, у каждого своя оценка, у меня пятна, потому что за 9 лет я поняла, улетая, прилетая, бросая этот город, я поняла, что мне здесь комфортно, мне здесь нравится, и я хочу здесь жить. Пускай здесь есть какие-то сложности, пускай здесь летом жарко, мне нравится этот город и эта страна. Собственно, вот в таком домике живет Екатерина, который считается простеньким. Покупая квартиру в таких домах, вы сразу автоматом получаете одно парковочное место на подземном паркинге раз. Далее, помимо студии, естественно, вы выходите во двор, у вас есть бассейн. Большой-небольшой, он есть, здесь выводы делать только вам. Точно так же у вас будет тренажерный зал, душевые комнаты, далее заходим, посмотрите, что там. Сауна, ребята, здесь полноценная сауна, хамам. В том числе есть отдельная большая комната, где тоже неплохо можно провести время, так, например, поиграть в настольный теннис, почитать книгу, ну и так далее. Здесь уже выводы делайте сами, то есть это все есть при доме, отдельно все это дело оплачивается. В дальнейшем я вам приведу живые примеры, сколько стоят сейчас актуальные квартиры. Прям сделаю детальный расчет по коммуналке, сколько в месяц нужно платить, чтобы у вас сложилось полное понимание, сколько обходится жилье и его содержание в Дубае. Подчеркиваю, я прям акцент хочу сделать, что это спальный район, это вот так называемое доступное жилье. Вот действительно же полезная информация для всех тех, кто занимается предпринимательством, бизнесом. Составление годового отчета – это важный этап для работы руководителя компании. А от качества годового отчета зависит финансовое благополучие организации, уверенность в отсутствии неожиданных штрафов, минимизация налогового времени с целью сокращения неоправданных расходов. А высокая квалификация сотрудников бухгалтерии является одной из основ финансового благополучия предприятия. Но, к сожалению, это все проверяется годами. И для того, чтобы исключить неоправданный риск не нарваться на сомнительного бухгалтера, я вам всем настоятельно рекомендую обращаться к профессионалам, имя которым – Макоэксперт. Это первый в России бухгалтерский конвейер Мака. Мака на протяжении уже 10 лет остается неизменным, надежным помощником для малого и среднего бизнеса по всей России. Мака может не только сэкономить вам от 1 миллиона рублей в год, но и провести предварительный аудит, указать на ошибки и пути их решения. При необходимости специалисты Мака могут заменить всю бухгалтерию или возьмут на себя отдельный участок работы. Например, расчет заработной платы. Но Мака, вот сейчас важно, это не просто бухгалтерские услуги, это еще и материальная ответственность, которую вы получаете при заключении договора. Мака не уволится одним днем, поставив вас об этом в известность вечером по смс-кам. Мака не знает, что такое больничный декрет, отпуск. На вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов, как конвейер на беспрерывном производстве. Ну и приятные бонусы, с 2024 года первый месяц является абсолютно бесплатным. Так при этом цены по-прежнему удерживают на уровне 2014 года. Где вы еще такое встречали? И при первом обращении в Мака вы получите бесплатный экспресс-аудит. Мака-эксперт – это профессионалы в своем деле. Вот и вы подключаетесь и работаете с профессионалами. Ссылочка ждет вас в описании. Пользуйтесь на здоровье. Эпизод второй. Легализация. Питание. Работа. Ну и начнем мы в первую очередь с питания. Значит, вы могли заметить, что в этом выпуске также принимает участие Андрей Алистаров. Фролл – это те самые ребята, с которыми мы снимали первую часть. Кто не смотрел, посмотрите. Но там были такие спорные моменты. Так, например, мы ели борщ по цене 2500 рублей за тарелку. И вот в этом выпуске мы делаем все максимально приземленное к реальной жизни. Когда ты не соришь деньгами налево-направо. Вот мы с вами заходим в супермаркет. Большой супермаркет. Это в том же самом районе, где мы сейчас и находились. Беспальный район, где проживает, как нам сказали, огромное количество русскоговорящих. Вот я живу там в центре, в бизнес-бэе, там вот в этом дамаке. Там магазин маленький, вот эти клетушки, магазин. То есть в такой торговый центр такого уровня, это нужно поехать в Хиллс куда-нибудь. Это на Бурж-Халифу, это в пробке. Тут вот он у тебя прям, грубо говоря, под домом. В трех минутах всегда вот такого качества магазин. Вообще есть все, вообще в принципе. Ты сейчас просто увидишь, даже есть типа кортфуда, куда можно просто прийти нормально поесть. Да, тебе туда и блинчики приготовят. И вот здесь утром я пришел, позавтракал здесь. Вообще, ну вот в этом плане спальные районы вообще пушечно просто. Нет, ну вот смотри, они очень чистые. Такое нечто мне напоминает, знаешь, такое, как бы, как что-то типа азбуки вкуса-ошана. Вот так в перемешку, чтобы большой. Я просто еще готовлю. Я приезжаю, там баранина всегда, там можно ножку запечь, взять, там. Видишь, пожалуйста, всякие тут. Вот ты сам запекаешь, дома прямо? Да, конечно. Я в ресторан вообще практически не хожу. Самое вкусное, это когда сам. Вот. Ну, что-то сейчас нету бары. Hello. Ну вот, пожалуйста, блин, видишь. В принципе, вся мясная продукция и ценники. 89 дирхам килограмм вот этих вот штучек взять, там их штуки 4 будет в килограмме, наверное. Ну, нет, как их называются? Ну, баранья, типа корейка. Корейка, да. А вот, смотри, нифига. Смотри, друзья. Это вяленое, вяленое. Это уже мясцо-то такое. Это, мне кажется, не вяленое, это как бы этот, как его. Стейки такие, полумраморные. Нет, это, мне кажется, вяленое, это прям, знаешь, как хамон нарезается. И, в принципе, вот в этом магазине есть все. Знаешь, что мне еще нравится? Вот в Дубае, в большом магазине. Всегда свежая морская продукция. Да, и у них морепродукты, на самом деле, значительно дешевле, чем в Москве. Дешевле и свежее. Пожалуйста, это. 30. Кальмары, вот только не замороженные, как-то свежие, даже крабы. Я брал крабов на днях, вообще вкусные. 1200 рублей за 4 штуки вообще. И тебе прямо сейчас вот берешь креветки, килограмм, допустим, знаешь, шрифт, 29 дирхам. Да. И тебе свежих прям разделывают. И пошел, пожалуйста, по фритюре пожарить. Они, короче, еще их могут почистить, типа потом взвесить. Я же это и говорю. Он сейчас возьмешь ты килограмм, допустим, вот по этой цене, он тебе их расчищает, в боксике отдает. Домой прихожу, там чик лимона, солюшки прям на сковороде обжарил, вообще пушка. Мы в пустыне, там Дубай, в пустыне. Здесь вообще вот все есть. Вот даже вот огурец, блин, понимаешь? Что это? Мутация. Я не знаю. Морской что ли? И вот такой есть. И вот такой кабачок есть. Короче, забавно вот видеть вот это все. Огромнейшее изобилие продуктов. Есть все и на любой вкус. В том числе русские продукты. Есть доставки. Хотите вы гречку, скумбрию, еще что-то. Любой каприз. По щелчку пальцев все привозят. Но, конечно, не прямо так быстро, как это в наших городах. С доставкой там немножко бывают задержки. Но в целом ключевой посыл, что все есть. С точки зрения цен, вот здесь, внимание, что-то у них дороже, чем у нас. Что-то у них дешевле. Поэтому все нужно сравнивать. Но, опять же, надо не забывать о том, что доходы. Там могут быть другие. Аренда квартиры для кого-то может показаться дорого. Но при тех условиях и тех ценах это дешево. В общем, понимаете. Все нужно взвешивать. Все нужно сравнивать. Давайте победы. Шикарно. Слушайте, мне нужно сказать, что он вкусный. Да, поэтому-то я и сюда привел. Я хотел сейчас всеми силами что-нибудь сказать. Да, он хотел захейтить это. Это не как в столовке. Знаешь, это прям вкусная пища такая. Чисто гуляш такой хороший. Да. Вот здесь я когда жил, я смысла готовить нет. То есть дешевле не получится. Гороче, смотрите, тарелка риса нормального. Гуляша, рис, гуляш, цыпленок. Половинку я взял. И сок. 60 дирхам? Да, 63 по-моему. На все. Ну, это считай вот на семью. На двоих, на троих можно обожараться. А мы когда, отмотая назад, мы борщ тогда поели. На человека 100 дирхам вышло. Даже больше. Андрюхи уже в комиссия пришла. Да. Ну, Андрюхи в комиссия пришла. Просто есть один момент. Чтобы поесть вам вот это дешево, вам надо оттуда, с туристического района, потратить 100 долларов на такси сюда. Не, врет, врет. Не 100 долларов, 45 дирхам, ребят. Ну, это если ездить экономом и чувствовать запах вот... Никакого запаха не чувствовать. Хорошо. Едь не экономом, за 65 дирхам поедешь на большой машине. 65 сюда, 65 обратно. 130 дирхам. И все равно сэкономишь. 200. И все равно сэкономишь. В принципе, бюджетно питаться можно. Потому что, вот, в таких местах в супермаркете готовят еду. Вы можете прийти и недорого набрать себе еды. И перекусить. В разных супермаркетах разное изобилие. Бывает прям много еды разной. Здесь, кстати говоря, курица, гриль. Бывает, под вечер еще стоят готовые блюда. Типа боул, рис с курочкой, с цептельками. Ну, если по-нашему объяснять. В общем, покушать, перекусить, есть что. Таким образом, тему питания закрываем. Все те продукты, которые представлены, это будет ровно то, что вы любите поесть. Вот здесь важный момент. Нету никаких специй. Отдельные блюда, конечно, вы можете по заказу купить. Но в целом, вот то, что вы привыкли есть, пожалуйста. Это тоже, я считаю, обуславливается тем, что огромное количество русскоговорящего населения и огромное количество европейцев. Поэтому к еде вопросов быть не может. Тему закрыли. Двигаемся к теме работы. Илья Дубровин, 32 года. В Эмиратах, получается, сейчас год. До этого был еще опыт приезда и работы здесь. Соответственно, как бы уже страна не новая. Страна известная для меня. Поэтому вот как-то так. Так, но если в долларах, то получается именно аренда квартиры это 14 тысяч долларов в год. То есть это где-то 1200 в месяц. Вся коммуналка это порядка 300 долларов. Это включает домашний интернет, электричество, кондиционер, газ. Все под ключ. На еду, я бы сказал, где-то 900 долларов. Ну так, плюс-минус. Расскажи мне, что ты здесь делаешь? Что ты здесь пытаешься развивать? Получается, мы с командой пытаемся развивать бренд одежды, который именно дубайский. Но дубайский это как для старта. Получается, мы хотим выйти на международный рынок, но просто для этого выбрали Дубай как стартовую площадку. Вот ответь мне на вопрос. Я вот приезжаю сюда, иду в Дубай Молл, Дубай Марина, Дубай Эмирейтс. Я просто захожу, и у меня голова начинает кружиться от того, что такого количества брендов, в том числе одежды в частности, ну, я не видел нигде. Здесь собраны все бренды мира. Здесь вот что бы ты ни хотел купить, здесь есть все. Начиная от, ну, как я скажу, от ноунеймов, которые я, например, вообще никогда не знаю, потому что это может быть местный арабский, турецкий и прочий, 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 прочий. 2023 год, и вы с командой развиваете бренд одежды. Вот просто, Илюх, кому он нахрен нужен? Вот такой вопрос. Ну, ты правильно сказал, получается, мы начали только в этом году, но мы уже есть Дубай Молл, мы уже есть Нахил Молл, это, по-моему, Джумейра, мы уже есть в Эмирейтс, в представительстве, соответственно, получается. Наш акцент какой? Это качество. То есть мы даже если берем какие-то именитые бренды, то какие-то там, условно, базовые и средние линейки, это сплошной полиэстер, это какое-то там среднее качество, именно уже изготовление материалов и так далее. У нас же стандарты в качестве такие, получается, что мы проходим проверку на каждом этапе, и мы даже привлекали сторонних экспертов, которые аккредитованы, и когда они видели наш чек-лист, наш подход, они говорили, нет, это гораздо выше, чем вообще мировые нормы, и зачем вам это надо? Ну, давай, прям по-живому, на примере, ты принес сегодня что в подарок? У меня тут целый мешок. Ну, давай, давай, как раз, зато хотя бы просто людям будет понятно. Вот это что? Это платье женское, кожуол, это как раз Турция. Это, да, это принт. Здесь у нас, получается, идет в основном это хлопок, есть лайкра в составе, чтобы она тянулась. То есть вот такой продукт. Это абсолютно уникальный дизайн. То есть у нас еще фишка в том, что мы уникальны. То есть мы не берем какие-то готовые изделия, мы именно подгоняем все под себя и рисуем все с нуля. То есть даже, условно, если это леггинсы, то леггинсы у нас будут с вышивкой, с нашей вышивкой. То есть не принт, который там через 2-3 стирки уйдет, а это вышито, и это уже никуда не денется. Так, давай еще показываю. Слушай, интересно, знаешь, что ты вот так говоришь, у нас уникальный дизайн. Я, конечно, не хочу наехать на вас, но мне кажется, вот эта Бернесси, которая написана на шее, так пишет Паул Энджелс. Все верно, да, да, да. Нет, понятно, что абсолютно с нуля придумают. Нет, ни в коем случае. Ну, во-первых, это абсолютно другая категория Паул Энджелс. Во-вторых, ну, Паул Энджелс фишка просто, что написать и все. Правильно? То есть там нет же больше ничего, кроме этого. Здесь у нас целиком продукт готовый. То есть у нас здесь идет стиль граффити, нанесение нашего бренда. Короче, это другое. Ну, да. Все понял. Так. То есть вот те же леггинсы взять. Баленсиага. Базовые леггинсы. Би, би, как будто бы читается первое. Илюха притащил леггинсы от Баленсиаги. Это БС. Ну, а, мол, бренд, он же как, глаз кинул боком. Что-то ассоциации есть. Первое, что было, Баленсиага. А Бернесси, которая написана, Бенни Бенасси. Слышал такая песня? Да, да, да. Ну, это юмор. Так, хорошо, дальше. То есть получается, вот это вышито, то есть это не принт. То есть, если мы берем обычный принт, то он, ну, по-любому он все равно будет сходить. Какого бы он качественный ни был, там, правильно, менее качественный, кроме китайских, там, с рынка, там, 2-3 стирки. Какой он более качественный, там, может быть, там, полгода, год, все равно потом будет тускнеть. Нитка никуда не уйдет. Понятно. Привет. Ну, меня зовут Павел. Изначально, с самого начала в сфере IT, хотя образование у меня инженер-электромеханик. То есть немножечко не по специальности, но все время, там, словно с детства, хотелось что-нибудь с компьютерами связанное. Поэтому с компьютерами связался. Работая в Москве, насколько я знаю, ты работал много с различными европейскими компаниями. Да, так точно, европейские компании, компании из США, ну, можно сказать, там, скрывать не буду, САП, Оракол и ряд других менее известных, но весьма и весьма продвинутых компаний в своих сферах деятельности в IT. Расскажи, пожалуйста, простыми словами, чтобы вот любому человеку было понятно, что ты делаешь. Если совсем просто, то есть два направления. Первое направление – это консалтинг в тех вещах, в которых я хорошо разбираюсь, в силу предыдущего опыта. То есть это то, как поставить определенные процессы, не только с IT связанные, но и связанные с основным бизнесом в таких направлениях, как ритейл, логистика и логистика именно фармацевтики. Если говорить про второе направление, это уже разработка своих собственных IT-продуктов, которые могут помочь бизнесу, ну, среднему или мелкому бизнесу в определенных, скажем так, задачах, связанных с информатизацией рабочего рабочего места сотрудников. Живу я не в Эмирате Дубае, живу я в Эмирате Аджман. Это Северный Эмират, достаточно экономичный с точки зрения съема квартиры. То есть я вот буквально 3 недели назад продлил аренду в трехкомнатной квартире, ну, как two-bedroom. Вот, ее там общая площадь порядка 110 квадратных метров, и стоит мне это 45 тысяч дирхам в год. То есть это достаточно экономичное жилье с видом, причем на море. Вот, то есть как любят многие русские, поселиться на первой линии. Вот, ну, в принципе, конечно, в Марине цены совсем другие, но я выбрал для себя экономичный вариант и, в принципе, им доволен. Конечно, есть проблемы с логистикой, то есть доехать до какой-то точки именно в Дубае на деловую встречу, это порядка 40 минут, может быть, даже иногда и час. Вот, но в силу специфики своего занятия, мне это не нужно делать каждый день, поэтому я живу в таком простом, довольно обыденном, на мой взгляд, месте. Начиналось все с нуля, ты приезжаешь, и тебе нужно первым делом открыть фирму. Вот тут есть нюансы, само открытие фирмы, условно, это не проблема. То есть открыть фирму, никаких нюансов нет. Нюансы сейчас для граждан СНГ и особенно Российской Федерации, это все нюансы, связанные со счетами, как личными, так и счет на компанию. Это очень сейчас непросто, то есть все банки под любым предлогом будут отказывать, искать какие-то лазейки, чтобы отказать. Ну, как бы все понимаем из-за текущей ситуации с санкциями и так далее. Поэтому надо было вот это решать. Ну, то есть в итоге ты же как-то это решил? В итоге решили, да. Но это совершенно непросто, то есть это очень такая сложная ситуация. Опять же, смотря какая специфика компания. То есть мы с самого начала хотели заниматься многими направлениями и понимали, что будем их добавлять постепенно в нашу портфолио. Поэтому мы открыли General Trading, то есть это общая торговля. Если открывать именно специфическую компанию под специфический запрос, то эта ситуация проще. То есть все равно есть нюансы по открытию, но это будет проще. Вот если взять крупным планом, есть 4 варианта, как можно стать условно резидентом, если вам это нужно вое. Можно трудоустроиться официально, то есть если вы как бы проходите собеседование, компания какая-то принимает вас на работу, выдает визу, вы становитесь резидентом с рабочей визой. Вы можете, собственно, открыть бизнес, как как бы многие делают. Вы можете стать фрилансером, что тоже как бы отдельный процесс. И, соответственно, четвертое – вы можете приобрести недвижимость. Вот в недвижимость я в свое время инвестировать не хотел, потому что в нее, на мой взгляд, как бы есть и плюсы, и минусы в этом моменте. А с точки зрения фриланса у меня не было полноты информации. Дело в том, что фриланс-визы появились очень недавно, и у меня просто не было всей картины мира, чтобы понять, будет ли удобно мне с такой визой, с таким подходом работать с моими бизнес-партнерами в мире. Ну и поэтому как бы остановил выбор на открытие юридического лица. Сколько это стоит? Вот открыть юридическое лицо, открыть свой бизнес, чтобы ты мог получить вот этот вот ID Emirate? Да. Первое. То, что сейчас, на мой взгляд, вот именно в 2023 году, в начале 2024, цены, скорее всего, чуть ниже, что удивительно. Но периодически я вижу такую ситуацию. И второй важный момент, перед тем, как я отвечу в абсолютных деньгах, то, что в разных Эмиратах это тоже стоит разных денег. То есть если вы будете открывать бизнес в Дубае, он будет, очевидно, в силу привлекательности инвестиционной и так далее, он будет дороже, весь этот процесс, чем, может быть, там, в Северных Эмиратах и так далее. Вот. Я сейчас, перед тем, как с тобой встречаться, еще раз прошел по, там, бухгалтерии, сколько мне что стоило. В общем, получилось так. Я перевел в доллары. Получилось, что изначальная регистрация с открытием, с получением визы и так далее, она вся стоила мне порядка 5500 в долларах. Там были ряд таких маленьких шагов, которые можно было не делать, и я бы сэкономил, ну, условно, еще там долларов 600-700. Открытие фирмы – это буквально неделя, то есть со всеми там документами, арендой офиса и так далее. По счету это порядка трех месяцев ушло. Денег сколько вы на это потратили? По деньгам лицензия – это 30 тысяч вверхам, то есть где-то порядка 8 тысяч долларов. Аренда офиса – это, опять же, под запросы, кому сколько надо. А вот у вас сколько? В нашем случае это 15 тысяч долларов в год. В год. А это офис, какая площадь, как далеко он находится? Это порядка 120 квадратных метров, и это где-то 15 минут отсюда. А работает у вас в компании сколько сейчас человек непосредственно здесь? Здесь непосредственно 10 человек. А самая низшая должность, наверное, связана именно со складом, складской работник – это порядка 1000 долларов. И самая высокая зарплата, наверное, это у руководителя отдела продаж, это порядка 4,5 где-то. Ну а вообще в целом по Дубаю какую ты можешь такую среднюю зарплату назвать именно для русских людей, кто сюда переезжает? Вот какая-то есть вообще вилка, в своем понимании? Ну как раз вот рынок труда здесь он несколько специфичен, потому что, во-первых, сложности с подбором персонала именно, несмотря на то, что очень многонациональная страна, Эмират, плюс к тому, что зарплаты выше, чем средняя зарплата по России. То есть понимаешь, что здесь расходы выше, аренда дороже, там, ну, услуги дороже, все дороже стоит, но как бы и зарплаты выше. А средняя вилка, ну, я бы сказал, что, наверное, где-то 3,5. Знаю, что очень многие рассматривают ОАЭ, если не с точки зрения IT, то с точки зрения логистики, особенно вот в связи с текущей ситуацией логистики запчастей, чего-то еще, довольно много бизнесов на этом построено. Здесь я, к сожалению, совершенно не знаком со спецификой. Вот, я имею в виду экспортно-импортную, именно товарную составляющую. Вот, но могу сказать, что да, очень много с кем сталкивался, кто пытается в этой нише закрепиться, потому что спрос есть в родных странах, а здесь как бы хороший рынок, на котором можно приобрести что-то. Это вот одна ситуация. Я думаю, таких бизнесов в любом случае будет много. И попробовать, если у вас есть желание и, скажем, энергия и не последние, может быть, деньги на то, чтобы это осуществить, то можно себя попробовать. Если говорить про IT в сфере, в которой я чуть больше разбираюсь, давай так, то важный нюанс для всех, кто работает в России, особенно на начальных позициях в IT, у вас будет очень сильная конкуренция здесь с, скажем так, с выходцами из Индии и Пакистана. Почему? Потому что большинство стартовых позиций в IT закрыто именно гражданами этих стран, и конкуренция идет как за уровень знаний, так и за зарплату. То есть никто не будет давать московскую зарплату условно, если есть возможность нанять человека с зарплатой в два раза меньше, который, в принципе, знает то же самое, что знаете вы. Важно, что отличительной чертой здесь местных IT-шников, особенно начиная с определенного уровня, является наличие сертификации. То есть если вы занимаетесь Microsoft, то у вас есть сертификация Microsoft. Если вы занимаетесь Amazon – Amazon, если Oracle – Oracle и так далее. У кого-то этих сертификаций может быть два десятка, и как бы этот человек в любом случае выделяется на фоне людей, которые, может быть, с теми же самыми критериями в резюме остальными. То есть вот сертификация – это важно. А второе – это язык общения, кроме английского. Вот такой нюанс, что middle management здесь, то есть управленцы среднего звена в компаниях, в IT-шных, они, скорее всего, из Индии. И для них проще и понятнее, может быть, где-то нанять человека, с которым они могут разговаривать, в том числе на каком-то, может быть, даже языке того же штата Индии, из которого они сами, нежели брать человека, ну, скажем так, представителя другой национальности. Здесь нужно понимать, что с двух сторон есть риск. Вы, может, где-то не сойдетесь с людьми в этой компании. А с другой стороны, для менеджера, ну, понятно, что вот как бы у него там пять человек в команде, и шестой как бы, чтобы он адекватно и быстро прошел вот эту кривую обучения, тоже неплохо было бы, чтобы он был той же национальности. Конкуренция высокая для начальных позиций. Сколько стоит открыть магазин, аренда? Какая у вас площадь, в каком торговом центре, какой-то первый этаж, минус первый этаж? И сколько вообще за него в месяц нужно платить? Мы именно работаем с партнерами, то есть у нас непосредственно магазинов пока нету наших, то есть мы стоим у партнеров. Ага, то есть получается чей-то магазин, и там есть отдельная полочка с вашей одеждой? Угол, полка, корнер, то есть зависит от магазина, от локации, ну да, получается. Ну и расскажи, что это такое? Сколько у вас там полок, сколько вешалок, сколько позиций представлено, сколько за это надо заплатить? Есть разные универмаги, разные схемы работают, то есть где-то именно аренда. Аренда составляет от 300 долларов до 1000 долларов сейчас у нас за локацию. Если это не аренда, то получается мы работаем на схеме деления прибыли. Это деление прибыли может начинаться от 50 на 50, до, наверное, минимально, что есть это 85 на 15. 85 наше, 15 магазина. Ну, чаще это где-то 60-40, 70 на 30. То есть 60-70 наше, 30-40 магазину уходят. Сама конверсия, наверное, где-то сейчас 4-5 процентов. То есть, опять же, мы... То есть она могла бы быть больше, но мы не хотим условно какие-то там совершенно ширпотребные места. То есть мы тоже хотим представляться в тех местах, где это будет выглядеть достойно. Паш, ну плюс-минус. Давай я тоже так отвечу, чтобы было понятно, но с другой стороны, все-таки тоже, сохранив некую тайну, в ОАЭ есть требования к компаниям. Если доход превышает, условно, 100 тысяч долларов, то необходимо регистрироваться и платить в том числе НДС. Вот, соответственно, у меня компания зарегистрирована, а НДС она платит. При этом, ну, конечно, есть амбиции, чтобы это было кратно выше, чем вот этот вот минимальный порог. Пока что этого нет, но, тем не менее, я над этим работаю. На момент этой вставки 42 минуты за спиной, я монтирую этот выпуск уже четвертый день. Для меня это действительно много. Обычно монтаж выпуска занимает один, ну, максимум полтора, а то и два дня. А здесь материала было очень много, отсматривать нужно много. И я не понимаю эту политику, когда, знаете, вот с людьми общался с Павлом, там набралось общение, интервью примерно на 1 час 20 минут. Ну, как можно нащипать по чуть-чуть, по чуть-чуть? Я не понимаю. Я хочу, чтобы люди высказались, донесли свою мысль. Значит, сейчас мы с вами переходим к следующему эпизоду. Эпизод четвертый. Недвижимость для жизни или инвестиционная недвижимость, когда можно немножко заработать. Напомню, кто такой фрол, который нам местами устраивает экскурсию? Это человек, который длительное время в России владел агентством недвижимости и длительное время уже, в принципе, живет в Дубае и официально со всеми документами занимается недвижимостью там. Он в ней разбирается, он в ней понимает, он может давать аналитическую раскладку по конкретному объекту. Именно поэтому он нам сегодня проводит экскурсию по этому спальному району. Я специально его попросил, ведь в Дубае можно было бы снимать все, что угодно. Можно было бы снять, так называемый, этот шок-контент. Посмотрите, дома по 5 миллионов долларов. Кому? Зачем? Вот. Те самые районы, которые, как я сказал, в самом начале выпуска, альтернатива нашим. Как живем мы, как живут они. Вот сейчас мы с вами отправимся в то место, где вообще изначально застройщик продает рендеры, визуалы, концепцию того, что он построит. Есть чистое поле, есть макет и есть желание продавать. Вот как это работает, давайте начнем с этого, потому что тут есть что рассказать, из чего офигеть. Слушай, Фрол, вот так вот, да? Да. Продается недвижка в Дубае. Мы зашли, там вот люди все переговорные забиты. И это болтают или покупают? Понимаете, там за дороги... Да, знаешь почему? Я вам расскажу. Когда вам пускают пыль в глаза, и ты приезжаешь куда-то прям в лакшери районы, это ничего не значит абсолютно. Это лодочная станция, это доки. У этой компании семейный бизнес был. Они занимались лодками, реставрацией, покупкой. Это их собственность. У них здесь вот этих павильонов много в собственности. Боже, куда я приехал? Думаю, это какая-то жопа здесь непонятная вообще. То есть я сам напрехся. А сейчас я как бы для меня все стало понятно. То есть люди рабочие, рабочая структура у них, и они просто строить потом в один прекрасный момент начали. Одно из немногих мест, где можно ходить вот так вот с камерой, все снимать, а все потому, что мы находимся как раз-таки в шоуруме. И вот именно сейчас начинается самое интересное. Вот я хочу вам сделать такое сравнение. Вот смотрите, у нас в стране есть, например, Сочи. Теплый регион, где недвижимость зачастую будет куда дороже стоить, чем в подобном районе в Дубае. Но я вам хочу показать в разрезе, что строят и что идет в доме там, и по какой это цене. И почему они делают подобное у нас. Вот сейчас я вам кратенько покажу визуал и расскажу, что вообще строят. Дальше мы пробежимся по ценам. И дальше я вам расскажу, какой маркетинговый ход сейчас начинают применять, ну, скажем так, в мире, потому что в Арабских Эмиратах работают наемные сотрудники, в том числе маркетологи со всего земного шара. И послушайте, что они придумали, как они сейчас продают недвижимость. Мы здесь можем увидеть архитектуру. И в принципе в одном ключе они все строят. Такая итальянская классика, я не знаю, как это назвать. Но в общем архитектуру можете посмотреть. Всегда в доме есть... Вот мы покупаем здесь, да, Дим, смотри, не квартиру, я всегда говорю, а комплекс услуг определенный. То есть ты купил там квартиру, у тебя одно парковочное место есть точно. У тебя есть гольф-поле, есть бассейны, вот эти лаунж-зоны, ресторанчики, какие-то зоны отдыха, там может быть бильярдная, сигарная комната там у них есть. Я не знаю, зачем это нужно, может быть, это и не нужно, но оно здесь есть в комплексе. И человек здесь себя чувствует, как в каком-то пятизвездочном отеле. В общем-то, да. И вот даже на крыше есть у них, видишь, вот лаунж-зона на крыше и так далее. То есть опций в доме очень много. И цена всегда зависит здесь, в том числе и от опций, от наполнения. Вот этот дом принадлежит застройщику того самого дома, в котором живет Екатерина. То есть это следующий шакуник и более помпезный, назовем его так. Вот представьте, что подобный дом строят в Сочи. Давайте посмотрим кратенько, какие рендеры получают люди. Мы заходим с вами в первую очередь в подъезд. Вот такая вот зона рецепшена. Далее. Утром тебе нужно сходить в спортзальчик, размять косточки. Пошел поплавал в бассейн. При бассейне у тебя есть само собой бар, где попить чайку, кофейку. Возможно, что-то перекусить. Это вот, собственно, зона сфотографирована с разных сторон. Обратите внимание, там, судя по всему, есть еще и крытый бассейн. Вечерком почему бы не посмотреть фильм на большом экране? Как вам? А вот в силу того, что есть жара, строят еще вот такие вот вигвамы. Я уверен на 100%, что в них еще будет и кондиционирование в летнее время. Покушать внутри двора. Это вот двор ваш. Прикол. Беседочка, где можно посидеть. Дети побегают. Обратите внимание, что практически нет детских площадок. Ну, зона спа. Таким образом, вот этот дом, он действительно, что отель получается, но это жилой дом. И он будет расположен в спальном районе, где мы с вами были. Давайте посмотрим, как выглядят квартиры в этом доме. Будем смотреть квартиру. На примере один бедрум. Один бедрум здесь, в Дубае, это зал и дополнительная комната. Ну, сейчас все увидишь, в общем, заходи. То есть, это, короче, визуал сделан, как обычно, один к одному. Вот такая квартира в доме будет. Отделка, то, что мы видим, это все будет или это еще надо докупать? Все будет как есть, ничего докупать не нужно. 75 метров вот эта квартира конкретно. И здесь мы имеем, смотри, кухня, переходящая в зал. То есть, это получается living room такой. Давайте так. Самая маленькая площадь, это студия. Прямоугольная студия, такая же, как у Екатерины. Она идет площадью 39 квадратных метров, хотя застройщик указывает, что от 39. Квартиру, которую мы сегодня смотрим, вот я вам рендеры показываю, это 72 квадрата. У вас есть дополнительная спальня полноценная и балкон. Балкон, это здесь прям изюминка. Сейчас дальше покажу и расскажу, почему. Допустим, вы хотите еще комнату для ребенка. У них прям есть отдельное предложение. Следующий этап, это у вас появляется дополнительная комната для ребенка. Такая квартира уже будет порядка 100 квадратных метров. Из зала мы выходим на балкон и получаем вот такой басик. Но, есть одно но. Бассейны в Дубае я всегда против. Знаешь, почему? Потому что они как корыто стоят и вода, ну, то есть ее надо сливать, чистить бассейн и так далее. Здесь вот система у них, они доделали эту историю. Типа, видишь, спускается вода, инфинити, то есть круговое такое движение, и она очищается, постоянно чистая вода. Подчеркиваю, что мы-то с вами сейчас находимся в ангаре, и полную картину, как это будет выглядеть, увидеть невозможно. А дизайнеры почему-то за границей какие-то слабенькие по отношению к тем дизайнерам, что у нас рисуют рендеры для наших застройщиков. Ну вот, смотрите, картинка, да? Вот это единственное, что удалось найти для того, чтобы показать вам, как это будет выглядеть вживую. Ты выхожешь с гостиной на балкон, или терраса, как его назвать правильно, и вот у тебя бассейн. Для чего это нужно? С одной стороны, если жить на постоянку, наверняка он надоест. С другой стороны, страна жаркая, и как бы залезть в прохладный бассейн всегда будет в плюс. Но если рассматривать, как нам сказали, как инвест, это вот, знаете, такая изюминка. Ты снимаешь в аренду квартиру, а у тебя еще там и бассейн, где ты можешь забалдеть. Так еще у тебя есть вот дополнительная зона для отдыха. Как вам? Вот такие варианты предлагают. Сейчас вот самое интересное, а сколько вообще все это дело стоит? Переходя к ценам, я хочу дать развернутый комментарий, что вообще по-хорошему всю эту информацию должен был рассказывать Фрол, как человек, который занимается недвижимостью, у которого есть своя недвижимость в собственности, которую он точно так же сдает, где-то что-то перепродает. В общем, зарабатывает на недвижимости. И то же самое делает Андрей Листаров. Это как бы не тайно, он об этом сам рассказывает. Но я это вырезаю, выжимаю, потому что мы отсняли там час общения между собой по недвижимости. Я понимаю, что там очень сухой материал с точки зрения того, что если открыть сейчас любой ролик про недвижимость в Дубае, то вы услышите одно и то же. Смотри, вот подведи сюда камеру, это я сейчас подготовил для вас, ребят. Смотри, смотри, что написано, 60% годовых. А смотри, как рассказывает Фрол, подойди, ты не видел эту херню, смотри. Топ-10 самых интересных проектов, где мы сделали нашим клиентам доходность 60% годовых. Переходи по ссылке и скачивай каталог. Ты видел это, нет? Ну так он сейчас, все, кто посмотрели, сейчас скажут, какие 7% тут чуваки делают, 60%? Человек стоит ряженый, не пойми где, он читает по суфлеру, он ничего не понимает. Не, ну понятно, что читают по суфлеру многие, потому что здесь два слова сказали. То есть в Дубае сейчас в последнее время гарантируют 50% годовых, 60% годовых. Вот эти инфо-цыгане, про которых я тебе уже рассказывал в выпуске, они испортили всю сферу риелторства. То есть, и когда нормальный человек обещает тебе 7%, 7% в зиму, что такое 7%? Ну это реалии. Ну это реалии, да. Это не много и не мало. Да зачем мне 7%? Вот я пойду вот к этому, у него 60%. А какие гарантии? А точно ли не обманут? А застройщик не обанкротится? В общем, все рассказывают, отвечают на одни и те же вопросы. Даже тут уже я бы назвал такое популярное интервью с Дмитрием Нагиевым, где он сидит в такой манере, а что, правда, можно купить недвижимость в Дубае, и сдавать ее под 8% годовых, и якобы ничего не делая, получать деньги? Ему говорят, ну да. Да, такая тема работает по всему земному шару. Везде недвижимость всегда так и работала. Где-то, сейчас просадка, например, в нашей стране в такой схеме, где-то доходность в годовых будет даже больше, где-то капитализация на момент сдачи будет высокая, а где-то вы просрете прямым языком, если купили неудачный объект, такое тоже может быть. Поэтому здесь ключевой ответ следующий. Никто никогда вам никаких гарантий не даст. Покупка недвижимости – это всегда на ваш страх и риск. Объект может получиться очень удачным и успешным, и вы действительно заработаете, у вас действительно всегда будет стать очередь, а может быть такое, что что-то пошло не так. Но скажу одно, что с точки зрения недостроить, в Дубае такого, по крайней мере, как все заявляют, такого быть не может. Там с этим строже гораздо. Значит, поехали, по ценам увожу вам следующую таблицу. Специально просил ребят подготовить. Студия от 39 квадратных метров стоит 194 тысячи долларов. Но не забывайте, что помимо студии вы получаете этот весь комплекс услуг, машина-место и прочее, прочее, прочее. Это все зашито в цену. Далее. Квартира с одной спальней. И по-нашему, ну вот как моя, гостиная с кухней у меня объединена, отдельно детская комната. Такая квартира от 332 тысяч долларов. Далее. С дополнительной комнатой в виде детской. 388 тысяч долларов. Ну, дальше квартиры больше, можете посмотреть. Давайте сделаю детальный разбор. К примеру, одна спальня за 1 миллион 220 тысяч дирхам. То есть все люди там, в принципе, считают ни в долларах, ни в рублях, именно вот в дирхамах. Плюс 4% к этой цене идет налог. Это к вопросу о том, что еще по-любому нужно покупать. Плюс 1000 дирхам это за документ, подтверждающий право собственности. Плюс 2500 это сервисный сбор. Итого вы заплатите 1 миллион 272 тысячи 360 дирхам. В рублях, в долларах я вам вывожу на экран. Курс постоянно плавает. Я считаю сейчас по цене 25 рублей за дирхам. Вот что интересно, начинается дальше. Вот с точки зрения маркетингового хода. Вы вдумайтесь, где вы вообще такое слышали? На данный момент объект, вот только-только сейчас будет запуск его строительства. Сдача у них ожидается в конце 2026 года. Вот фишку, которую они запускают с этим объектом, я много уже в принципе где посмотрел. Недвижимость, мне люди пишут, не слышал еще нигде. Если сейчас человек покупает квартиру, любую, и сразу оплачивает полностью ее, то есть 100% вносит за нее, то несмотря на то, что объекта еще не существует, он не сдан, вы уже начнете получать гарантированный доход в виде тех самых 8%. То есть, еще раз, вы вдумайтесь, ни хрена ничего нету, но ты уже получаешь сразу 8%. Тебе могут их выплачивать раз в год, раз в квартал. На примере мы считали, это вот, на примере одного бедрума, если не ошибаюсь, это примерно 200 тысяч рублей, по текущему курсу там 205 тысяч рублей. Ты типа как бы сдаешь квартиру, вот все в месяц, у тебя уже пошла доходность. Как вам такое? То есть, мне кажется, с точки зрения рынка конкуренции, но это как-то завлекает. Я могу лишь предположить, что специально, может быть, сделали завышение цены, что ты зашел, как бы теоретически ты можешь торговаться, но кто будет просто так, за что платить-то, в ней никто не живет и так далее. Но, тем не менее, вот такой ход. Мы когда говорим про ценообразование, да, а вот в этом доме столько-то стоит, а вот в этом стоит столько-то, вот сейчас вот визуально понятно. Вот, видишь, какое массивное здание, то есть оно солидно, ну, по-другому смотрится. И вот это сравни. Вот сейчас вот смотри, наглядно. И вот в этом доме через три года квартира тебе будет дешевле, чем вот в этом. Ты даже по внешнему виду можешь посмотреть разницу в домах по статусу. Да так хрен, когда угонишься, мне кажется. Нет, потом будет следующий дом, в котором будет еще лучше. Нет, мы же по району с тобой идем, давай вот смотри, вот он еще дом, вот он, ну, будет через 10-20 лет, мы, может, тогда уже седые будем. Ну да, ну мы говорим, срез три года. Вот он, проект, который они за три года построили. Бенесери называется. Вот он, видишь? Да. Не знаю, ты приблизь, потому что, по-моему, я уже приблизил. Да, а вот это более старшие дома. То есть через три года у тебя там квартира выходит со всеми вот этой экипировкой там, да, со всеми бассейнами, со всеми там этими лаунж-барами и комнатами дешевле, чем вот в этом доме. Если это так выгодно, если это так перспективно, нахера это надо? Ну, купил бы себе сам, друзьям бы своим посоветовал, но выясняется следующее. Я так и говорю, Димир, я зашел сюда максимально, потому что я вижу в этом перспективе мои друзья, инвестора, кто со мной работает, стройка, кто занимается там у меня в городе. Мы сюда зашли, поэтому вот рассказываем, русской комьюнити все-таки это хорошо. Хочется, чтобы больше видеть единомышленников своих типов, кто говорит по-русски. И вот я, например, для себя, выбирая спальный район, я могу дальше уехать, я знаю, где дешевле еще, ребята, это не самая дешевая цена, но вот здесь я могу жить. Мне здесь по кайфу, то есть я здесь уже прожил какое-то время, мы в магазин сходили, для меня понятно ценообразование, вот это вот, рис с этим покушать, вкусная еда. То есть я понимаю, как у меня здесь ребенок, британская школа, никуда не ездить, ни в каких пробках Бурж-Халифа, ты там, Марина, не стоишь. Если тусоваться, пожалуйста, на машину сел, поехал. То есть цена за квадратный метр мне понятна, и математика вот в конкретном проекте тоже понятна. Ну и вот жизнь вот такая вот, мне, вот я человек вот этого формата. Погулять, здесь пробежкой какой-то заниматься можно, там я не знаю, парков очень много, чего нету в этих вот центральных районах Дубая, которые вот там, где мы на Бурж-Халифе были и так далее. Вопрос будет от зрителей, тех, кто занимаются недвижимостью в России или в любой другой стране. Реально ли вообще в конце 23-го, начале 24-го года переезжать в Дубай с минимальным опытом или с нулевым опытом? Знаешь, ну как, за новой жизнью, где выбирать для себя способом дохода, это продажа недвижимости как агент. Вот обучиться здесь на месте, легко ли устроить какое-то агентство, в том числе, вот допустим, ты работаешь, я там, своя контора, там, сейчас тут скажешь, так, я фрол, фрол, возьми меня к себе на работу, вообще как это? Слушай, реально, ну надо понимать, что работа в недвижимости, это образ жизни, это не работа в том понимании, которым представляешь ты там, ну, в широком понимании, то есть в 9 часов пришел, в 6 у тебя рабочий день закончился, нифига. Это бывает и в 8, и в 9, то есть это образ жизни, это ритм жизни определенный, а так реально, конечно, люди, которые приезжают сюда со знанием английского языка, в принципе, теоретически их возьмут в любую компанию, потому что здесь процент от продажи. То есть оклад моль? Да. Продал, получил, не продал, френд. Возможно, ты договоришься о каком-то минимальном там окладе, 3-5 тысяч дирхам, возможно, будет тебе какая-то компания платить, но в основном здесь процент от продажи, и все зависит от тебя в этом плане. Я к тому, что если кто-то хочет переехать, там, поменять свою жизнь, и даже человек, который не знает английского, вот это я, я его не знал нормально, только по фильмам 90-х, там, да, я в школе его не учил практически, но я все равно приехал, то есть для меня было как эксперимент, мне было все интересно, пытливый ум, и, в принципе, любой человек это может сделать и найти себя здесь, вот здесь у тебя открывается очень большое пространство вот этих вот вариантов, чем можно заниматься. Новых знакомств в день там, блин, 5, вот, ну, главное не бояться. Друзья, и еще учитывайте опыт, что вот вообще просто моя мысль, что никто вас не призывает покинуть свою страну, переехать сюда, все бросить, нет, вы рассматриваете вариант такой, что вы приехали, и что-то пытаетесь сделать, зарабатываете тут, денежки везете к себе домой, тратите, то есть какой-то бизнес, это сложно. Многие, кто с головой, кто с руками, кто быстро схватывает, это сделали уже давно, и каждый день пытаются заходить сюда все больше и больше людей. Можно пробовать, да. Но смысл в том, что попробуют. Я сам патриот, я обожаю свою страну, Россию, и я туда вот сейчас на Новый год хочу приехать, и периодически приезжаю. И там я строю дом себе, я не к тому, что я уехал, все трава не растет, и меня здесь заработал, там построили. Меня еще бесят люди, если честно, которые уезжают в другую страну и говорят, а тут травка зеленее, а вот посмотрите, как здесь шикарно, а у нас там не так. И вот постоянно вот это сравнивать, да нет, у нас тоже там много хороших вещей, много хорошего в принципе. Но вот я решил так свою жизнь сейчас вот последние несколько лет поменять, мне нравится этот процесс, но Россия это для меня вообще, как бы, это душа, короче. Но в данный конкретный промежуток времени, кроме вот Дубая, вот этого арабского направления, то насколько у нас страны там содружественные, там, да, я ничего другого не знаю. Так и я поддерживаю вас, Фрол Эдуардович. Друзья, мы никогда не говорим, что здесь безопаснее всего. Здесь безопасность, это факты, диверсификация, друзья мои, это самое, наше все. Поэтому вас никто ни к чему не призывает, но все ссылочки ждут вас просто в описании, для вашего удобства. Вот этот эпизод пересматривал раз 10, но действительно получилось смешно. Значит, смотрите, никаких ссылочек в описании не будет. Никакая это не реклама, это специально для всех тех комментаторов, которые всегда видят в чем-то подвох. Никто из вас не побежит сейчас скорее-скорее себе покупать квартиру за 300 тысяч баксов. Я бы очень сильно хотел бы, скрывать не буду, чтобы застройщик из Дубая заказал, чтобы я сделал пометочку вот эту, как положено, рекламу, счет им выставил. Но такого нету. Хочу сказать следующее спасибо в первую очередь Андрею Элистару, потому что именно благодаря нему я познакомился с Фролом, у меня была возможность сделать вот эту неотъемлемую часть контента этого выпуска и показать вам спальный район. Если бы не Фрол, я бы и знать не знал об этом районе, нечего было бы снять, мы бы не сходили в гости к Кате, мы бы не сходили в гости к застройщику, либо надо было бы искать какого-нибудь риэлтора местного, а найти в Дубае проверенного человека это очень сложно. В тот же момент, если вдруг кому-то из вас, ну мало ли, понадобится контакт Фрола, вот на экране мой номер телефона, можете написать напрямую передам, можете связаться с Андреем Элистаровым, попросить у него контакт, можете связаться с Фролом, у него есть канал, называется Фрол по паспорту, там найдете его контакт, он там как раз рассказывал все вот эти цифры, как это все работает в Дубае. А это уже исключительно для тех, кому это интересно. Можете говорить, что вы от Элистарова, можете говорить, что вы от Машкова, можете вообще ничего не говорить, здесь уже решите сами. В любом случае, ребятам Фролу и Андрею огромное спасибо, лично мне это было интересно посмотреть, надеюсь, вам тоже. Мы же переходим к завершающему пятому эпизоду. Эпизод пятый. Повседневная жизнь, быт, расходы. Илюх, расскажи немножко о жизни здесь, с точки зрения того, что у тебя жена здесь не работает, ребенку три года, денег надо уже будет на ребенка тратить. Нам рассказывают, что здесь образование, детские сады не дешевое. Да, все верно, образование абсолютно не дешевое, медицинские услуги тоже, то есть у меня есть личный опыт, когда за пять дней пришлось отдать миллион рублей. Это за что? За пять дней в госпитале. А что с тобой было? Не со мной, с родственником, получается, то есть, ну, приключилась беда, и за пять дней миллион рублей. Ну, например, можешь привести, что, ногу подвернул там, или что, что случилось? Нет, просто пять дней нахождения в госпитале, там, после диабета. Ага, был диабет, пять дней на стационаре. Миллион рублей. Лямчик отдать. Без страховки, да. Нормально. А сколько стоит ребенка в детский сад отдать? А ребенку в детский сад отдать, ну, начинается все где-то, наверное, от 7 тысяч долларов в год, это такой очень среднебюджетный садик, до где-то 15. Вообще, цены на детские сады и школы, образование в целом, очень сильно разнятся. Ну, вот смотрите, мне подготовили вот такую табличку, где ценник в детский сад за полный рабочий день, там, за полную неделю от 1700 долларов в год. И доходит до 16 тысяч долларов. Я бы сказал так, что 1700 за основу брать не стоит. Это детский сад, в который вряд ли вы отдали бы вашего ребенка, потому что, ну, сами представляете, что там стоит ожидать. Средний ценник, ну, вот люди пишут, 400, 7 тысяч. И это, акцент я делаю, что только лишь за поход в сад. При каждом детском садике, в школе всегда есть дополнительные занятия, за которые вы платите уже совершенно отдельно. В том числе, не забывайте про услугу трансфера. Ведь детский сад не всегда у вас будет во дворе вашего дома. Дорога туда-обратно, это все нужно считать, считать, считать. Школы, собственно, даже озвучивать не буду, табличку вы все увидите на экране. Образование в русской школе от 6 до 10 тысяч долларов в год. Ну, вот вы планируете отдавать сейчас? Садик нет. Потому что дорого? Потому что дорого, да. Ну, а как тогда будешь ребенка развивать? Мама? Ну, мама, в смысле, жена. Жена, да-да-да, все верно. Ты наверняка считал, сколько, как минимум, тебе, например, одному, когда к тебе приезжает жена с детьми, сколько вообще тебе, в частности, нужно денег в месяц на жизнь. За квартиру ты назвал 45 тысяч в год. Считаем. Далее, какие тебе еще тут нужны? Расходы на автомобиль, на питание, сотовая связь, интернет и прочее-прочее. Вот какой минимум, по-любому, нужно, чтобы был. Хорошо, да. Если разделить 45 на 12, то мы получим, давайте так, очень грубо, около тысячи долларов в месяц на то, чтобы откладывать, ну, и оплачивать квартиру. Соответственно, дальше коммунальные расходы и сотовая связь для себя и для супруги отходятся порядка полутора тысяч дирхам в месяц. То есть это телефония, это электричество, это вода. И важно понимать, что нужно смотреть не в конкретный месяц, а в среднюю погоду, потому что у вас расход в летний месяц, особенно электричество, будет очень высоким. То есть для меня из Москвы, приехав сюда, летом было очень-очень непривычно видеть, что я трачу 2 мегаватта в месяц. То есть это 2000 киловатт на счетчике. Вот, и это как бы важно, что это будет достаточно большой составляющей ваших коммунальных расходов. Если продолжать аренду автомобиля, ну, если вы его приобретаете в рассрочку, то там, понятно, в зависимости от того, какой автомобиль, но самый дешевый автомобиль, чтобы его взять в среднесрочную аренду, то есть это 6 месяцев и больше, будет обходиться вам вместе с бензином. Вот при обычном таком эксплуатации, где там поехать на работу, вернуться с работы, это будет порядка 2000 дирхам в месяц. То есть у вас аренда автомобиля будет 1500 самого-самого простого автомобиля. То есть это 2021-2022 года типа Nissan Sunny. Кроме этих расходов у вас еще будет, естественно, питание и какие-то развлечения. Здесь очень важно, что, конечно, это все будет сильно зависеть от того, к чему вы привыкли или какой у вас круг общения. То есть для кого-то, может быть, каждый день ходить в ресторан – это норма, и тогда вы будете тратить, но, очевидно, больше. Кто работает и питается условно дома, цены, особенно в супермаркетах рядышком с моим жильем, они колеблются от средней пятерочки до, ну, там, скажем, чего-то близкого к азбуке вкуса. Есть там, условно, один супермаркет. Но это ничего из ряда вон выходящего. По крайней мере, на мой взгляд, ну, повторюсь, я там достаточно долго прожил в Москве и, в принципе, с этим как бы смирился. Если, соответственно, ваши близкие, они резиденты, то есть у них есть Emirates ID, то у вас в любом случае попросят для них оформить страховку. Эта страховка может быть условно номинальная, и тогда вы практически по полной стоимости будете оплачивать врачей. Либо у вас будет страховка с каким-то неким пакетом, да, можно сказать, ДМС, ну, с различными ограничениями. Этот ДМС начинается, опять же, в самом-самом простом варианте от 5000 дирхам в год и уходит там вплоть до 25-30 тысяч. Итого. Самый минимум, это вот просто, чтобы, вот как сказать, носа не показывать никуда, это, я думаю, где-то 4000 долларов. А вот теперь, ребята, разоблачение всей вот этой шикарной, роскошной жизни в Дубае, когда мы говорим про средний класс, когда люди приехали работать. Ну, смотрите, мы пообщались с Екатериной, которая озвучила, что в месяц для комфортной жизни ей на одну, какой тут минимум, да, ее прожиточный, 3200 долларов. Я посчитал. Илья проживает с женой, ребенком, ребенок в садик не ходит. Вот минимум, они назвали, 2500 долларов. Минимум. Но я думаю, что это тоже стоит округлить ближе там к 3000 долларов. Павел озвучивает также. Минимум 4000 долларов. То есть, 3-4 тысячи, это такой срез. При этом ребята отмечают, что зарплата в Дубае, вот так для человека, кто приехал и пытается где-то зацепиться, когда ты не уборщик, когда ты не таксист, это 3-5 тысяч долларов. Отсюда ответ простой и прямолинейный. Концы с концами сводить будешь, либо постоянно ужиматься, чтобы тысячу, полторы, а то и две сэкономить, чтобы у тебя хоть какие-то накопления получились. Опять же, если у тебя при условии зарплата там 5000. А для того, чтобы жить роскошно, богато и строить свое будущее, копить, как минимум, нужна либо высокооплачиваемая должность, либо свой бизнес. А это как где, ответьте мне, я не слышу, как где, как везде. Согласны? Что подкупает в этой арабской стране? Это безопасность. Про нее говорят всегда и все. Я про это неоднократно говорил. Но хочу прям акцент на это сделать, что прям вот действительно смотришь на них, как они себе быт построили, понимаешь, ну как же это круто. Вот алкоголь вообще убрали. Я рассказывал про это, и вы видите, мы ходим по спальным районам, не найдешь ты нигде там какую-то забегаловку, где тебе разливного нальют, еще что-то. Эти магазины есть. Вот я акцент делаю, что круто перенимать чужой опыт. Почему бы и нам в дальнейшем не начать все вот эти пивнухи, разливнухи, и все, что связано с алкоголем, убирать куда-нибудь на подземный парк. Вот у них вот так и сделано. Хочешь себе чего-то, в торговом центре, где-то там в подвале у тебя будет небольшой закуток, ты сможешь купить. А когда ты заходишь в магазинах, ты гуляешь, ты никогда не увидишь елочки из бутылок водки, алкоголь, который вот на уровне ребенка, чтобы ребенок твой ходил, и думал тоже, какая красивая разноцветная бутылочка, а это все алкоголь. Таким образом, дети там, гуляя, не видят никогда вот этих пьющих гадов, не побоюсь этого слова, те же самые наркотические средства. У нас вот, допустим, ребенок может копаться в песочнице и случайно найти сверток. Но это же страшно. Там за это, ну, вы представляете, что там за это будет. И там этого нет. Там даже в целом, когда общаешься с людьми, они говорят, здесь где-то бывает, что люди там занимаются, но этого боятся, про это даже говорить никто не хочет. Ну, на камеру таких разговоров никто не хочет поддерживать. Нет, 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 до свидания, Саня. Это вот чураются. Ну, здорово это или нет? Я считаю, что здорово. Вот этого нам не хватает. Вот это надо оттуда копировать, вставить сюда. Согласны? Гуляя по городу, я не видел нигде никаких граффити вот этих вот размулеванных стен. Архитектура чистая, красивая. И вот когда ты находишься в городах, где все расписано, вы это знаете, ну, это такое больше вот гетто, нищета, проблемы, трудности. Понарисовали на стенах и ничего нет, это висит. Либо это вот закрашено. Понимаете о чем я? Там такого тоже нету. Потому, что знают, что палкой по жопе, ну, я шучу так, палкой по жопе там никому не бьют. Дубай 2040, ну, это заявочка из серии, как говорится, на победу. В силу того, что в страну текут деньги, инвестиции. И арабы понимают, что пустыня, не нравится, хотите зелени, без проблем, сейчас сделаем. К 2040 году, как я сказал, в самом начале планируют 60% Эмирата застелить газонами. То есть, это натуральная трава, поливы идут. Вот где-то, понятно, они там кладут искусственную для красоты, ну, просто для визуала. Но в целом насаждение они действительно тоже делают. И думать, что Дубай это пустыня, ведь ты там был 5 лет назад где-нибудь в пустыне прямой, не стоит. Каждый год постоянно что-то меняется, меняется, меняется. В этом плане тоже действительно классно. Подводя такой общий итог, вот я сидел 5 дней этот ролик там, да, монтировал первый день. Отсматривал 4 дня монтаж. Три раза я был в Дубае, я думаю, ну, что это такое вот лично для меня. Я понял, что это Москва следующего уровня. Вот по нашей стране огромное количество людей, когда захотят изменить свою жизнь, они зачастую едут в крупные города, и в частности в Москву. Большой город, большие возможности, потенциальные возможности. Кому-то Москва не нужна. Шум, гам, суета, ну ее нафиг. Точно так же кому-то не нужен Дубай и любая другая страна. Но мы говорим сегодня исключительно про Дубай. Но там огромное количество русских. Там многие люди едут зачем? Аэропорт как хаб, да, в разные страны можно улетать. Разные компании, все компании, знаете, там мира представлены. То есть, есть возможность трудиться, зарабатывать, строить какой-то бизнес. То есть, именно для развития. С точки зрения приехать туда, снять там квартиру, сдавать здесь там свою в Москве и жить на этой, это не Азия. И в Азии сейчас далеко ты, не везде такие места найдешь. Это где-нибудь какая-нибудь глубинка, халупа должна быть. Там нужно будет вкалывать, либо у тебя уже должен быть какой-то капитан. В общем, ты не должен быть бедным. Эта страна не для бедных. Бедные там не выживут. Почеркиваю. Работать таксистом, доставщиком нет. Нет, там наших нету. По одной простой причине, вот Павел правильно сказал, конкуренция с индусами. Они гораздо легче переносят жару, климат, им в этом плане проще. Работать нашему человеку на стройке, я уже про это говорил, когда жара на улице 45-50 градусов летом. В такую жару, я уж извиняюсь, квас в теньке пить тяжело. В бассейне плавать жарко. Но работать весь день нереально. Поэтому там наших в принципе нет. Хотя я их встречал, но это какие-то спецпроекты, видимо, строят. Потому, что я их видел в недешевых районах наших ребят. Может быть, специально тут подтянул. Но в целом, я бы так сказал. Если вы там ни разу не были, на 3-4 дня слетать стоит. Просто посмотреть. Основной посыл, который я хотел вам раскрыть в этом выпуске. Жизнь, быт, работа наших людей, кто туда переезжает. Получилось у меня это или нет, я не знаю. Материала было много. Но, опять же, эта сторона, про нее снимать можно долго, много, до бесконечности. Хотел бы я туда съездить еще раз, конечно. Вот прям понравилось. Хочется там изучать, больше, больше смотреть. Поэтому, ребята, вот такой у нас получился большой, шикарный выпуск. Я надеюсь, вам понравилось. Все те, кто досмотрел до конца, спасибо большое. Я старался как-то вас завлечь. Если дошли, ну здорово. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг этого еще не сделали. Всех вас приглашаю в комментарии высказать ваше мнение. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Пока. Пока.